Добро пожаловать на очередной эпизод вдохновение на Картику. Иногда посещение наше время в Абриндаване сопряжено с многими сложностями, такими как загрязнение воздуха, огромное количество паломников, которые приезжают со всей Индией, со всего мира, которые являются сложностями для слабой инфраструктуры, например, для сточных вод. И жить во Абриндаване, подвергаясь многим внешним сложностям, я, кстати, забыл ещё громкоговорить, может быть большим вызовом. И вызов состоит в том, что, несмотря на эти внешние раздражители, можно ли встретиться с внутренним Вриндаваном. Поэтому внутреннее путешествие во Вриндаван, которое можно делать везде, даже на Западе, остаётся задачей, которая находится в наших интересах. Акрора является примером, который совершил путешествие во Вриндаван, внутреннее путешествие. На пути, например, он медитировал на лотосные стопы Господа. Он говорил себе, «Вскоре я предложу свои поклоны мир лотосным стопам Господа, на которых медитирует мистические йоги». И затем он воображал эти лотосные стопы и продолжал, просто видя сияние его ногтей на ногах. Множество душ в прошлом преодолели непреодолимую темноту материального существования и достигли освобождения. Это медитация, которая известна многим. Они думают о свете, который окружает ногти на лотосных стопах. Когда Акрора, в конце концов, после того, как помедитировал на эти стопы, прибыл во Вриндаван, он увидел по-настоящему отпечатки стоп Господа в пыли. Он увидел те стопы, отпечатки тех стоп, которые отпечатаны на коронах всех правителей. Там были такие знаки, как лотос, молния, стрекала погонщика слона и так далее. Акрора немедленно спрыгнул с колесницы и начал кататься по земле, показывая эстетические эмоции и восклицая. О, это пыль со стоп моего господина. Шила Прабхупада очень подчеркивает реакцию Акроры. Он в книге о Кришне говорит об этой реакции и цитирует там стих, который произнес Шукадеву косвания, комментируя внутреннее и внешнее путешествие Акроры. Он говорит, что сама цель жизни для всех обусловных душ является этим экстазом, который Акрора ощутил, когда он оставил всю гордость и весь страх и всю скорбь и погрузился в слушание, описывание и видение тех вещей, которые напоминали ему о Кришне. Он оставил весь страх. Может быть, меня накажут, когда Камса узнает, что я кланяюсь стопам его, огромного врага Кришне. Премьер-министр не должен покланяться стопам таким Кришне, которому поклоняется очень много ващнавов. И так вы, неважно, делаете внутреннее путешествие или внешнее путешествие, и внутреннее путешествие, которое позволит вам освободиться от всех внешних препятствий. И вам нужно чувствовать эмоции и признать, что это земля Кришны, и туда ступал Верховная Вечность Бога и оставил свои отпечатки на своих стопах. Таковы чувства поклонения и уважения. Это является основой успешного путешествия во Вриндаван. Неважно, физически вы путешествуете туда или в медитации, или внутренне, вы пребудете во Вриндаван только, если вы оставите все свои внешние, все, что внешнее, останете в сторонке. Когда вы поймете, что все пронизано сознанием, которое зависит, вернее, заботится о вас и любит, кем бы вы ни были и где бы вы ни были. Спасибо огромное, что слушали. Увидимся на следующих впечатлениях на картику. Продолжение следует...